МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ресурсов, здоровый микроклимат в помещениях и максимальная безопасность строений для окружающей среды. Такова основная идея создания мультикомфортного дома. Еще такую недвижимость называют энергоэффективной. Недавно в столице на международном конкурсе студентов участники из 20 стран мира презентовали свои архитектурные идеи экологичных строений. Последние инновационные решения и необычный дизайн домов вот чем пытались удивить молодые специалисты самых именитых профессионалов. Время ожидания победителей конкурса. Номинантов на первое место около 50, и лишь одному из них удастся реализовать свой проект на площадке международной выставки Экспо-2017. И каждый из членов жюри подчеркивает, что самый лучший проект выбрать было очень сложно. Но победитель определен. Лидер – казахстанская команда. Лучшим и признаны студенты-архитекторы Алматинского вуза и Университета Германии. Несколько месяцев ребята дистанционно с помощью виртуальной связи создавали свой проект. По их словам, реализация идей должна создать максимальный комфорт для будущих жителей дома и будет оставаться актуальной очень долгое время. Для эффективности у нас предусмотрена целая система мультикомфортного дома, можно так ее назвать. Туда входят и окна, туда входят и системы вентиляции, и системы звукоизоляции. Это полностью комплекс материалов, комплекс не только архитектурных каких-то идей, но также и технических. Платформа, защищающая от ветра и одновременно создающая общественное пространство. Наша цель – сделать не просто красивый проект, но и содержащий в себе удобный технический и архитектурные решения, признаются победители. Разрабатывая комплекс, мы хотели не выставлять на первое место зеленые технологии, мы хотели показать, что это создаст гармоничное существование. То есть использование данных технологий, оно поможет содержать здания и упростить, наоборот, жизнь людей, которые будут туда заселяться. Жюри подвело итоги международного конкурса за этот год. Сам проект для молодых архитекторов продолжается 11-й год. Впервые он был проведен в Болгарии. Основная его цель – интеграция творческих подходов в строительстве энергоэффективных зданий. Участники конкурса имеют возможность получения опыта по проектированию зданий, воздействия на окружающую среду которых будет снижено. Стать участниками и предоставить проект по данной тематике могут все желающие. Однако, чтобы попасть на международное состязание, необходимо пройти первый этап внутри страны. Организаторы отмечают, что за последние годы число активных начинающих архитекторов растет. Они понимают, что это возможность заявить о своих идеях и хороший пункт в резюме. Казахстан участвует в этом конкурсе с 2008 года. С каждым разом появляется все больше участников. 80% нашего времени мы проводим в зданиях, поэтому они должны быть усовершенствованы. Стать комфортнее, эстетичнее, энергоэффективнее и соответствовать определенным правилам зеленых зданий. И наша цель – показать, что это возможно. Мы знаем, что ресурсы земли ограничены, и если мы будем строить так, как строили 100 лет назад, у нас будут огромные проблемы. Здания завтрашнего дня будут оставлять меньший углеродный след, использовать меньше энергии, а людям жить там будет удобно. Конкурс должен помочь в этом нам всем. Организаторы выбрали проект, который бы максимально отвечал всем основным и тематическим требованиям. В этом году главное задание было спроектировать модель жилого квартала, учитывающего резкоконтинентальный климат в столице Казахстана, коридор температур которого от минус 40 зимой до плюс 40 летом. Предполагается, что дом этот будет возведен на территории площадки Экспо-2017. Также нужно отметить работу и молодых архитекторов из Турции. Они представили проект, который связан не только с устойчивостью здания к условиям окружающей среды, но и в целом экономичен. Мы хотели показать, как люди после Экспо смогут жить в этом квартале. К примеру, строительная площадка квартала очень близко находится к Назарбаев университету. Возможно, это могут быть доступные помещения для студентов. Мы исследовали климат, розу ветров. Для анализа ветра использовали специальную программу. Она может симулировать ветер и анализировать поведение. Исходя из этого, думали, какую форму придать зданию. После этого мы занялись разработкой отдельных деталей. Мы пытались получить максимальную энергоэффективность. Еще мы интересовались погодными условиями Астаны. Здесь очень сухой климат, но также в столице, оказывается, бывает дождливо. Все эти моменты мы предусмотрели и учли в своем проекте. Астана – столица, возведенная именитыми архитекторами. Здесь свой архитектурный след оставили такие знаменитости, как Кисё Куракава, Манфредди Николетти, Норман Фостер. Увидел их работы и вдохновился обликом Астаны, выросшим в степи, на новые идеи, рассказывает участник конкурса из Кыргызстана. Студент признается, что, создавая свой проект, он также находился под впечатлением после прочтения произведения Чингиза Икматова. Мыслями о двух родных краях автора – подниматься в выисках Кыргызские горы и расстелаться вдаль, как казахские степи – эти строки были преобразованы Маром Амандыковым в архитектурную концепцию, где использовались национальные мотивы. Общая концепция всего генплана участка я взял за основу Курак казахский. Это ускутное шитье, как соотношение пропорций этих кусочков разновидностей. И вот я решил расположить дома, здания по такому принципу, чтобы не было скучно прямой планировки, а была интересная диагональная какая-то вязь. В системе фасадов модернизовал стиль юрты, показав структуру юрты Кириге. Это будут опоры фасадов. Они будут защищать от холодных ветров Казахстана, от жаркой погоды летом. И от шума, который будет исходить от дорог. Темы этих конкурсов разные годы были посвящены проектированию школ для учащихся в Турции, реконструкции заброшенных зданий в Германии и созданию моделей офисного комплекса в Словении. Все проекты должны отвечать основным требованиям энергоэффективного дома. В том числе важно было учесть необходимые параметры звука и теплоизоляции, функциональное строение. Однако жюри признается, что задание о проектировании жилого здания с учетом сурового климата для Астаны стало самым сложным для участников. Если некоторые ребята предлагали хорошие ответы по архитектурным решениям, другие пытались использовать уже свои аргументы по борьбе с ветром в городе. Мы видим, что идея энергоэффективности пассивного дома становится серьезней с каждым годом. Она на рынке уже 20 лет. Когда это понятие начало популяризироваться, учебные заведения тоже стали задумываться о включении данной темы в образовательный процесс. Многие университеты приняли это во внимание, начали это делать в Германии, в Австрии. С моей точки зрения, это лучший способ распространить эту идею. Мы построили уже очень много энергоэффективных зданий. По всему миру можно найти достаточное количество подобных строений. На суд жюри были представлены как очень дорогие, так и довольно экономичные и простые в проектировании проекты. И, по словам судей, найти сбалансированную работу, оптимальную с городостроительной и архитектурной точки зрения было весьма нелегко. И самое главное, нужно было выбрать проект, который бы максимально подходил теме международной выставки, поскольку вероятность воплощения идеи в реальность очень высока. Мы все-таки понимаем, что это прежде всего студенческий проект, который необходимо будет доработать для успешной реализации. Но такая вероятность существует. Нами было подготовлено проектное задание, которое учитывало все особенности архитектуры выставочного комплекса. Я думаю, вообще проведение подобного конкурса позволит нам собрать банк студенческих идей. И, возможно, некоторые элементы из разных проектов найдут свое применение в нашем проекте. Идея привлечь с помощью такого мероприятия будущих архитекторов к проектированию объектов, где могут быть сэкономлены энергоресурсы и обеспечен максимальный комфорт для жителей, возникла неспроста. Компания, занимающаяся организацией данного конкурса на рынке, существует 350 лет и позиционирует себя как производитель экологической строительной продукции. Мы очень рады, что конкурс по созданию мультикомфортного здания проходит в Остании. Этот год для нас юбилейный. Наш самый первый заказ был связан с замком Версале во Франции. И сейчас, если проект победителя появится на площадке международной выставки Экспо, это тоже станет для нас большим событием. Ведь и ваша выставка международного уровня войдет в историю. Самое главное в этом конкурсе – воспитать новое поколение архитекторов, подчеркивают эксперты. Цель – подготовить будущее поколение настоящих профессионалов, которые смогут строить дома по принципу устойчивого развития и с наименьшим углеродным следом для нашей окружающей среды. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok